Доброе утро! Мы продолжаем встречать новый день на телеканале Беларусь-2. Согласитесь, бывает, что близкие нам люди терпят неудачи или сталкиваются с проблемами, и мы хотим им помочь. Но как это сделать правильно, чтобы не нарушить личные границы и не навредить отношениям? Какие методы подходят в разных трудных ситуациях при желании оказать помощь? О том, как это делать правильно, сегодня поговорим с нашей гостьей, психологом Викторией Протос. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Расскажите, какие методы помогают справиться человеку в кризисной ситуации? Виктория, таких универсальных методов не существует, потому что различные кризисные ситуации. Но самый главный метод, который мы можем сами себя протестировать, это прежде всего наше тело. То есть кризис и любая кризисная ситуация влияет на наше тело, согласитесь. В основном в кризисе люди испытывают чувство тревоги. Согласны со мной? Так. И вы можете себя спросить, где чувство тревоги в моем теле? Очень часто люди, которые переживают кризис, чувствуют какие-то боли в грудной клетке, им тяжело дышать. То есть спросите себя, где в теле находится это чувство тревоги. То есть просканируйте свое тело самостоятельно. Это первый вопрос. И, конечно же, любая кризисная ситуация влияет на личность, на эмоции. То есть людям кажется, что те эмоции, которые они испытывают в данный момент, они не могут с этим справиться. Все психологи рекомендуют помнить о том, что любая, даже самая сильная эмоция держится 90 секунд. После этого идут реакции организма. Ну, бывает, что в жизни человека случается, ну, все что угодно. Мы не можем этого предугадать. Но в кризисной ситуации, когда мы видим, человеку нужна помощь, и мы как-то хотим помочь, но не знаем как. Какая-то стрессовая ситуация. Можно ли в этой ситуации трогать человека? Можно ли выразить ему слова поддержки? Или лучше не трогать? Вот как разобраться вот в этих тонкостях? Очень классный вопрос, на самом деле, потому что, когда случается какая-то беда, все идут помогать. А человеку зачастую не хочется, чтобы его даже трогали. Вы можете спросить, можно ли тебя трогать? Можно ли тебя обнять? Можно ли побыть с тобой просто рядом? Я посижу с тобой просто рядом. Ты будешь знать, что я здесь. То есть обозначать человеку, что вы находитесь здесь. Всегда ли это работает? Вы знаете, практически всегда работает индивидуальный подход. Потому что есть люди, которые в кризисной ситуации не могут оставаться одни, согласитесь. То есть они говорят, делайте все, что угодно, только не оставляйте мне одного. И тогда нужно, конечно же, помощь родственников, друзей. Но есть люди, которые хотят побыть наедине со своими чувствами и эмоциями. И поэтому человек, который будет находиться рядом, он начнет раздражать и ухудшать процессы. Хорошо. А вот как люди реагируют на стресс? Как отличить нормальную реакцию на стрессовую ситуацию от патологических, чтобы это не переходило в депрессию или еще чего хуже? Давайте разберемся, что такое реакция на стресс. Есть три вида реакции. Бей, беги, замри. В основном люди замирают. Когда мы замираем, мы не проживаем свои эмоции. У нас есть запрет на проживание эмоций. Или начинают, наоборот, бурно реагировать, да? Замечали. Начинает какая-то агрессия выходить из человека. Это все реакция нашего организма. Так вот, про патологию или норму. Если произошла какая-то ситуация, дайте человеку месяц. Месяц. И после этого, если у человека начинаются психосоматические проявления, то есть панические атаки, да, стоит обратиться к психотерапевту. К психотерапевту, не к психологу. Опять-таки, психотерапевт может работать в связке с психологом, да. Но для начала должен его осмотреть специалист. Если же прошло какое-то длительное время после стресса, и у человека начинается такая обреакция, он начинает плакать, реагировать, тело начинает трястись. Замечали? Это после месяца? После месяца. Там три года прошло, пять лет прошло. Его спрашивают, ну как, например, у него умер блеск и человек, там, как твоя мама? И он начинает захлебываться и рассказывать. Естественно, человек не прожил горевание. Или прошла неделя после смерти человека, и он начинает говорить, ну, у меня все хорошо, все замечательно, улыбаться – это тоже не есть норма. То есть есть процессы горевания, которые длятся от шести месяцев до двух лет. А не ухудшится ли состояние вот этого человека, если мы ему посоветуем обратиться к психотерапевту? Вы знаете, да, есть моменты, когда человек отрицает, говорит, слушай, ну, я здоров. То есть нужно понимать, что если мы обращаемся к психологу или к психотерапевту, это не значит, что с нами что-то нехорошо. Это значит, что эти специалисты нам помогают проживать кризисные ситуации. И опять-таки есть фраза, которую я не рекомендую говорить родственникам. Говорит, у тебя все будет хорошо. Да мы не знаем, как будет. Будет ли хорошо или нет? Ты держишься молодцом. Или, а что тут такого? Ну, произошло и произошло. То есть обесценивание или чересчур подбадривание, не стоит, так говорить, момент кризиса, особенно утраты. Это усложняет утрату, это усложняет проживание этих эмоций. Мы не знаем, будет ли через год хорошо или не будет у этого человека. И в этот момент это человеку не поможет. А вот расскажите, что может помочь? Вот немножко практических рекомендаций. Первое, что может помочь, это дать возможность себе проживать эмоции. Вот хочешь плакать, плачь. Хочешь ори, выйти в лес и проорись. Побей подушку, проживи эти эмоции. Когда мы даем запрет на проживание этих эмоций, особенно вы, мужчины, потому что, ну, мальчики же не плачут. То есть если что-то случилось, нужно терпеть. И вот терпеть в итоге через какое-то время, это все равно выходит. Проживайте свои эмоции и осознайте, что любой кризис – это как раз-таки новые возможности. Дайте возможность вашей жизни обновления. Как бы это странно ни звучало. На самом деле вспомните ситуацию, когда люди… Ведь утрата – это не только потери близкого человека, ведь это и расставание, это и развод, согласитесь. Утрата – это даже если ты потерял кошелек для кого-то, это большая утрата. Когда люди расставались, и кто-то из партнеров добивался каких-то успехов. Помните такие истории? То есть утрата, на самом деле, работает по-разному. Как толчок, может быть. Как толчок, да. А пару рекомендаций для помощи такому человеку, который находится вот в кризисном какой-то трудной ситуации. Я бы хотела порекомендовать родственникам набраться терпения. Потому что в любом случае кризисная ситуация и потери близкого человека – это не недельная история. Это в течение длительного времени. И человеку зачастую нужно просто прийти и выговориться. Он не хочет слышать ваших советов, уж простите. Он хочет просто рассказать о своей боли. И вот здесь важно активное слушание этого человека. Понимаете, о чем я говорю? Да. Быть включенным в процесс. Не то, что он говорит, а там, а, да, да, конечно, там в телефоне сидит. А, да, ну, да, что ты хотел? То есть и у человека теряется эта фаза, да, когда он чувствует вот этот коннект. Будьте активным слушателем. Больше не нужно. Если он придет после, когда будет готов услышать и спросить, дай мне совет, что же мне делать в этой ситуации? Да, тогда вы можете дать совет. Раньше человек даже не услышит, либо пойдет в ход агрессия, согласитесь. Ну, конечно. Особенно бывают люди, которые перебарщивают своей помощью и пытаются всецело показать, что я тебе сейчас помогу. Да. А человек говорит, не надо. Да не надо мне, да. А он начинает говорить, нет, вот возьми котлетки, вот возьми, там я тебе на массаж записал, и мы в театр пойдем. А у каждого свои процессы прохождения кризиса. Поэтому ему не нужно ни театр, ни солнышко, ничего. Поэтому ему важно пережить, прожить эти эмоции. Ну, то есть важно, конечно, спросить у этого человека, что ему необходимо в данную минуту. Чтобы он знал, что вы рядом. Главное, услышать его в этот момент. Да, активное слушание. И, в принципе, дать ему то, чего он хочет. Абсолютно верно. Вот такие выводы. Спасибо вам большое. На самом деле, советы очень важные. Конечно, желаем нашим зрителям, чтобы поменьше кризисных ситуаций, конечно, было в вашей жизни, чтобы все было хорошо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была психолог Виктория Протас. Виктория, спасибо вам еще раз большое. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...